Привет, дорогие друзья! Пришла к нам посылочка из магазина Tiny Deal. Здесь находится несколько предметов. Давайте откроем и посмотрим на них. Всё открыли. Здесь у нас пусто. И давайте смотреть, что нам прислали. Это у нас, значит, детектор напряжения. Не знаю, как он работает. Давайте посмотрим на него повнимательнее. Установил сюда батарейки. Прикольная штучка. Уже немножко побаловался. Вот, смотрите, провод 220 вольт подносим и загорается на конце красная лампочка. То есть здесь нет никаких кнопок, вообще ничего нету. Просто такой тестер. Подносим и загорается. Вот так вот он работает. Штучка маленькая, дешёвая, прикольная. Ссылочка будет в описании. Ладно, поехали дальше смотреть. Дальше у нас такой вот пакетик со всякими USB-шными примочками. В данном случае это вентилятор. Такой вот прикольненький вентилятор. Лето уже жалко кончилось. Посылки у нас из Китая долго идут, а так-то был бы актуальный очень. Если бы пришёл пораньше. Следующая посылочка. Это у нас такой вот фонарик. Фонарик на светодиодах, тоже USB-шный. И как вы уже можете догадаться, судя по вот этим вот USB-шным гаджетам, в этой коробочке находится у нас PowerBank. PowerBank у нас фирмы Xiaomi. Вот здесь вот находится наклеечка такая с голограммой. Что-то тут переливается на полосочки. Здесь что-то можно стереть. Вот какая-то, значит, инструкция. Здесь описание, что и как. Ну, PowerBank, я думаю, все умеют пользоваться. В комплекте, значит, с PowerBank идет вот такой вот кабель. Кабель прикольненький. Нравятся мне плоские кабеля. Длина у него, правда, коротенькая. Но я думаю, что на комп положить будет достаточно заряжаться. Значит, здесь у нас всё заклеено вот такой вот защитной плёночкой. Убираем её. Нажимаем на кнопочку. И видим, что PowerBank у нас заряжен не до конца. Это PowerBank у нас на 10 000 мАч. Но с оговорочкой на 3,6 В. А на 5 В емкость, соответственно, меньше. 6 250 мАч. Вот такой вот он PowerBank. Значит, может он выдать нам 2 А, как вот здесь вот написано. Камера плохо фокусируется, потому что очень бледным текстом написано. PowerBank имеет алюминиевый корпус. Очень лёгкий. Прикольно так лежит в руке. В общем, ребята, я его обязательно проверю. Но сначала давайте откроем ещё одну коробочку. Посмотрим, что лежит в ней. В ней лежит у нас кабель вот такой вот чёрненького цвета для зарядки. Амброшюры. И вот такая вот Bluetooth гарнитура. Тоже фирмы Xiaomi. Очень прикольненько. Ребята, на самом деле бренд Xiaomi мне очень нравится. Хорошие гаджеты выпускают. Очень качественные. У меня есть наушники фирмы Xiaomi. Звук вообще по сей день радует. Теперь есть PowerBank Xiaomi. Я его проверю и сделаю какие-то выводы, значит, в конце этого видео. И вот такая вот гарнитура. Давайте попробуем её подключить к телефону. Посмотрим, как она будет дружить с айфоном пятым. Заходим в настройки Bluetooth. Включаем гарнитуру. Загорелся у нас синенький индикатор. И определилось оно как вот такое вот китайское устройство. Выбираем его. Гарнитура у нас подключилась. Загорелся вот такой вот индикатор. То есть показывает, что она у нас практически до конца заряжена. Сейчас я попробую позвонить при помощи этой гарнитуры. И поделюсь с вами своими впечатлениями. Поговорил сейчас по этой гарнитуре. Ребята, очень хорошо всё слышно. Меня слышно хорошо. Я очень хорошо слышу. Из недостатков, пожалуй, то, что на ней не регулируется звук. Но из достоинств это её вес. Вот эта вот, значит, конструкция крепления в ухе. Очень классная на самом деле. Сейчас я вам покажу. Здесь вот есть инструкция на китайском языке с иллюстрациями. И здесь показано, как её фиксировать в ушной раковине. То есть такой способ фиксации гарнитуры даёт очень надёжное крепление. При всём при том, что в ухе её вообще практически не чувствуется. Реально очень удобно, очень классно. Головой всякой трясёшь, она просто не выпадает. Здесь есть одна кнопочка. При помощи этой кнопочки можно отвечать на звонки, завершать вызовы. И если мы немножечко будем как бы её удерживать, у нас включится Siri на телефоне. Ну, это в случае соединения с айфоном. Play Music. Ну, вот, дорогие друзья, Siri у нас сработал. Музыка включилась. В общем, классная штучка. Покупки её могу смело рекомендовать. Практически не имеет веса при таком хорошем функционале. Здорово на самом деле. С гарнитурой разобрались. Теперь давайте подключим аксессуары, которые к нам пришли. Ох, как светит фонарик. Ребята, очень яркий фонарик. Он вот таким образом сгибается. Класс вообще. То есть, если у вас отключат свет, это очень здорово. Ну, или в машину бросить, там, что-нибудь под сиденьем поискать. Классная штука. Так, вентилятор, вентилятор. Ха, дует очень здорово. Вентилятор тоже отлично, замечательно работает. То есть, в жаркую погоду прикольный гаджет. Ну, и напоследок, ребята, я протестирую вот этот вот пауэрбанк при помощи нашего с вами тестера. Провёл серию тестов с данным пауэрбанком и вместил он в себя 8800 мАч. То есть, заряжал я его от своего блока питания, от камеры подключил и 8800. Ребята, очень неплохой результат, потому что здесь указано напряжение 3,6 Вольта. И при таком напряжении он отдаёт 10 000 мАч. В принципе, ребята, это справедливое утверждение, потому что отдал он у меня 6700 мАч. Это даже больше, чем вот здесь вот указано. То есть, в принципе, ребята, этот пауэрбанк действительно прикольный. К покупке я вам его смело рекомендую. Стоит он недорого. И ссылку на него я вам оставлю в описании под этим видео. Ну, а теперь я с вами прощаюсь. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. Кто ещё не успел подписаться, подписывайтесь на канал. С вами был Александр. Всем вам желаю удачи и хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok